Детская шутка, переросшая в большой скандал. В оздоровительном лагере пришлось проводить проверку на употребление подростками запрещенных смесей. Оплата за тепло после окончания отопительного сезона. Жители Абакана возмущены, почему в майские расчетки включено теплоснабжение. Священный камень древнего народа. В Остебаканском районе установлен менгир, помогающий скотоводам. Энергоэффективность и энергосбережение обсуждались сегодня на самом высоком правительственном уровне. В Абакане начал работу первый республиканский форум под таким названием. Чтобы обсудить проблемы экономии и эффективного использования энергоресурсов, в Хакасию прибыли представители Министерства энергетики России, а также Федерального энергетического агентства. На выставке, которая открылась в рамках форума, свои технологии представили ведущие российские и зарубежные компании. Все подробности масштабного мероприятия в материале Олеся Калиниченко. Сегодня энергосбережение – одно из приоритетных направлений политики государства. Каждый регион, в том числе и Хакасия, в зависимости от природных и экономических условий, разрабатывает собственные программы эффективного использования энергоресурсов. Республиканское рассчитано до 2020 года, пока местные власти занимались изучением проблемы энергосбережения и сбором информации. Сегодня назрела необходимость делиться опытом и приступать от слов к делу. Собственно говоря, именно для этого был организован форум «Энергосбережение и энергоэффективность Хакасии». Эти форумы сейчас стали гораздо более массовыми, чем, скажем, это было пять лет назад, когда это нечто было такое новое, люди приходили, в общем-то, для того, чтобы поудивляться. Сейчас люди приходят за поиском конкретных решений на практические вопросы, которыми они сталкиваются каждый день. Организатор форума – Госкомитет по тарифам и энергетике Хакасии, Центр энергосбережения. Участники – представители Министерства энергетики России, научные сотрудники Хакасского госуниверситета, главы муниципальных образований. Все, кому не безразличны затраты на электроэнергию, тепло и водоснабжение. Как экономить электроэнергию, тепло и воду, используя современные технологии? Об этом можно было узнать на выставке форума. Свои разработки в области энергоэффективности представили отечественные и зарубежные производители. Не остались в стороне и местные изобретатели. Энергоэффективные проекты представили студенты Хакасского технического института. Данил Половников, изучив погодные условия республики, доказал экономическую выгоду установки ветрогенераторов и солнечных батарей в южных районах Хакасии. Максим Шабусов – автор миниатюрной гидроэлектростанции для жителей поселка Кубайка. Мощность микрогэс 5 киловатт в зависимости от течения реки. То есть на село Кубайка, на 31 хозяйство, предусмотрена 31 установка. При расчетах 3 рубля киловатт час установка купится 7-8 лет. Помимо инновационных разработок, на выставке форума можно было познакомиться с более реальными технологиями, которые уже успешно применяют в сфере энергосбережения. Это тепловые узлы для модернизации отопления, гелиосистемы, светодиодные лампы. По оценкам экспертов, при грамотном использовании технологических новинок можно сэкономить до 40% энергоресурсов. В этом году часть пилотных проектов будет реализована и в Хакасии. Это энергоэффективное уличное освещение. Второе направление – это модернизация котельного оборудования, увеличение как цены полезного действия работы котлов. Это уменьшение потерь как гидравлических, так и тепловых в тепловых сетях. Это глобальная программа модернизации тепловых сетей и внедрения новых технологий при уже реконструкции этих сетей. Первым испытает энергоэффективные технологии Усть-Абаканский район. На этой неделе здесь установят роботеризированную котельную для социальных объектов. Угля она будет расходовать меньше, а тепла давать больше. Олеся Калинченко, Антон Новожилов, Вести, Хакасия. Усть-Абаканский район получит дополнительные средства на реализацию социальных программ. Об этом руководитель Хакасии Виктор Зимин рассказал на встрече с главой Усть-Абаканского района Виктором Репчевским. Главе региона удалось достичь договоренности с руководством компании «Русский уголь» об увеличении налоговых отчислений в пользу муниципалитета. Это станет возможным после того, как предприятие зарегистрируется на территории Усть-Абаканского района. Потому что он незаслуженно обделен у нас район. Разработка угля ведется на территории Усть-Абаканского района. Основная доля налогов уходит в республику и в город Черногорск. Мы договорились, что мы не обижаем и город Черногорск, какая у него доля была, чтобы сохранилась. Абсолютных цифр мы пока не утверждали. Но, во всяком случае, я думаю, не менее 30-40 миллионов в год Усть-Абаканский район дополнительно будет получать. Кроме того, по словам главы региона, руководство «Русского угля» готово принимать активное участие в социальных программах, которые реализует Хакассия и в первую очередь на территорию Усть-Абаканского района. У меня на сегодняшний день полная уверенность в том, что наши социальные объекты будут финансироваться в текущем году. Задача поставлена по вводу детского садика и продолжению строительства физкультурно-оздоровительного комплекса, который мы начали в прошлом году. Есть реальные возможности для финансирования и для пополнения районного бюджета. Глупая детская шутка стала причиной большого скандала. На одном из интернет-сайтов появилась информация, что в оздоровительном лагере «Горный Кристалл» в окрестностях Абазы старшеклассники заставляют подростков употреблять смесь под названием «Насвай». По крайней мере, так заявили родственники мальчика, забравшие его из лагеря. Чтобы прояснить все подробности происшествия, наша съемочная группа выехала в Абазу, рассказывает Алексей Баинов. В лагерь «Горный Кристалл» мы попали, когда дети проводили так называемый «час веселого грима» – раскрашенные лица, улыбки и смех. Сейчас здесь больше 300 воспитанников, и психологический климат среди детей, по словам воспитателей, неплохой. Очень хорошие дети, сдружаются друг с другом, но понятно, что есть какие-то небольшие инциденты, шутят друг на друга, могут подшутить, ребятишки обозвать кого-то, измазать пастой. Ну, это детский оздоровительный лагерь, без этого никак. Часть детей – 100 человек. Целевая патриотическая смена под названием «Ты нужен России». Здесь дети от 6 до 16 лет со всей Хакасии. Причем большинство из них состоят на учете, либо в инспекции по делам несовершеннолетних, либо на внутрешкольном. Именно поэтому в лагере круглосуточно дежурят 4 представителя полиции. Инцидент с названием случился в конце прошлой недели. Как говорят сами подростки, никакого давления на младших не было. Дети пояснили, что они ради шутки решили разыграть своих сверстников. Из газонокосилки собрали вот эту мелкую траву, которая остается при скашивании. Когда, значит, провели медицинское свидетельство, ни у одного подростка не было обнаружено какого-либо опьянения, ни токсического, ни наркотического. Однако шутка пошла дальше. Юнцы предложили вещество одному из подростков, а он позвонил отцу в Саяногорск. В результате мужчина срочно приехал и забрал сына. В объяснении написал, что недоволен воспитательным процессом. Ее спросили, спрашивали, вы же тем-то недовольны, может быть, оброчитесь к нам с заявлением, с жалобой, чтобы мы провели свою проверку, как бы, что-то произошло. Но от всего данного предложенного он отказался, сказал, разберусь сам, сел в машину и уехал. Полицейские провели свою проверку. Они отослали зеленую массу на экспертизу. Вердикт лаборатории. Вещество, представленное на исследовании, не содержит наркотически активных компонентов и к наркотическим веществам не относится. Тем не менее, лагерь «Горный кристалл» сейчас проверяют представители Саяногорского управления образования и службы соцзащиты. Алексей Баинов, Антон Михайлов, ВИЗ «Тихокассия». Квитанции по квартплате за май вызвали недовольство жителей абаканских многоэтажек. Дело в том, что в расчетке включена строчка «отопление». Это при том, что официально в городе отопительный сезон был завершен 29 апреля. Многие обратились с жалобами в жилищную инспекцию республики. Почему они должны платить за услугу, которая не предоставлялась? Пусть даже и суммы, выставленные в квитанциях, значительно ниже стандартных ежемесячных платежей за отопление. Специалисты ведомства провели проверку в управляющих компаниях и выяснили, что беспокойство владельцев квартир в этом случае было напрасным. Суммы за отопление в майских платежках вполне обоснованы. В случае оборудования многоквартирного дома общедомовым прибором учета показания потребления коммунальной услуги отопления снимаются управляющей организацией с 23 по 25 число. Отопление у нас в Абакане отключили 29 апреля. Вот эта разница между датой снятия и 29 апреля, прежде всего, выставлена в платежных документах за май. То есть она пошла на май месяц. В Арженькизовском районе продолжаются ремонтные работы по восстановлению подстанции, которая сгорела в результате попадания шаровой молнии. Сегодня в 4 часа утра энергетики запустили один из двух трансформаторов. И теперь райцентр, и 80% пострадавших потребителей получили надежное электроснабжение. Напомним, причиной аварии стала сильная гроза в ночь на понедельник, которая повредила оборудование подстанции. Без электричества остался практически весь район. Специалисты Хакасэнерго сумели частично восстановить электроснабжение по временной схеме. Были задействованы дизель-генераторы. Через сутки удалось восстановить работу одного трансформатора. Ремонт второго продолжается. Но по заверению энергетиков, свет есть во всех населенных пунктах. Для этого их пришлось запитать от других подстанций. В селе Июз от Женькидзевского района вновь приостановлено строительство школы. Точнее, бригада работает, но в ней всего три человека. Такой подход к делу вызывает серьезное беспокойство. Ведь о новом учебном заведении здесь мечтают больше 20 лет. Репортаж Юлии Константиновой. Валерий Додонков, бригадир строителей Июзской школы, житель Коренной, рассказывает, свой выпускной отметил еще в 80-м в этом старом здании. Хотя уже тогда шли разговоры о строительстве нового. Мне сказали, когда я в школе учился, буду заканчивать в новой школе. А теперь у моего внука уже пойду в школу, и школы нет. И вот пришлось идти строить школу. Может, внуки мои пойдут в школу. Чуть больше полугода назад такая задача оказалась выполнимой. Подготовлен проект, аукцион проведен, заключен на условиях софинансирования с республикой, муниципальный контракт на 217 с лишним миллионов. Работы начались в хорошем темпе. Построен гараж, склады для угля, трансформаторная подстанция. Смонтирован металлический каркас здания и даже обшита сэндвич-панелями часть первого этажа одного из блоков. Поначалу на строительстве объекта были задействованы одновременно до 40 человек. Сейчас только трое. Причина – нет денег. Стройку фактически замораживали несколько раз. Сначала прошлым летом, когда бригады были переброшены на ремонт Копьевской средней школы. И в мае этого года, когда финансирование объекта вновь было приостановлено. На сегодняшний день только кредиторская задолженность – порядка 17 миллионов из республиканского бюджета и миллион с лишним из местного. Чтобы по условиям контракта сдать объект точно в срок, не позднее 30 ноября этого года, нужно еще 160 с лишним миллионов. Поступлений пока нет. Есть призрачная надежда – ситуация изменится в лучшую сторону. Правда, сроки сдачи этого социально значимого для сельчан объекта вновь придется пересматривать. Юлия Константинова, Владислав Пустовой, 2 стиха Касси. Сегодня депутаты Абаканского гурсовета назначили дату проведения муниципальных выборов. Как и ожидалось, это будет единый день голосования – 8 сентября. В нынешней избирательной кампании для всех участников процесса будет несколько новинок. Во-первых, количество бюллетеней для голосования. Впервые каждый избиратель Абакана получит на руки сразу 6 бюллетеней. До этого было максимум 3. По одному на выборах главы республики и мэра города и по два на выборах депутатов республиканского парламента и горсовета. Самовыдвиженцам теперь необходимо собрать в 4 раза меньше подписей избирателей, чем раньше. Есть и более кардинальные изменения. Выборы главы города у нас теперь будут проходить в один тур. У нас не будет второго тура голосования по принципу большинства. То есть, кто из кандидатов наберет больше голосов, тот у нас является победителем. Выборы депутатов городского совета у нас вообще кардинально изменилась система выборов. Раньше 29 кандидатов выбирались по одномандатным избирательным округам. Сейчас смешанная система. 14 депутатов будут выбираться по одномандатным округам и 15 по спискам избирательных объединений. Процесс выдвижения кандидатов на пост мэра города и депутатов в горсовет начнется уже завтра и продлится 20 дней. Сегодня же на сессии горсовета были приняты изменения, касающиеся закона о выделении земельных участков отдельным категориям граждан. Теперь к требованиям того, что молодая семья должна быть признана нуждающейся в улучшении жилищных условий, а обоим супругам не исполнилось 35 лет, добавилось условие проживания хотя бы одного из супругов на территории республики не менее 10 лет. В отдельную категорию выделены молодые специалисты, окончившие образовательные учреждения, а также учащиеся последнего курса или работающие по трудовому договору, заключенному на срок не менее 5 лет. И молодые семьи, и молодые специалисты будут получать земельные участки не в собственность, а в аренду с правом переоформления только по стечении 5 лет или при завершении строительства дома. И еще одно изменение, внесенное в действующее положение. Распределение земельных участков будет осуществляться по каждой категории отдельно, а не единой очередью, как было определено ранее. Еще один потерянный мингир занял свое место. Речь идет о священном каменном извоянии «Одинокий лось». Сегодня обрядовый тотем занял место на пригорке неподалеку от Алла-Ахолу Стебаканского района. На праздничную церемонию собрались не только местные жители, но также приехали гости из Красноярского края. Не одно десятилетие этот неприметный камень лежал на холме на левом берегу реки Ниня в Стебаканском районе. Позже ученые установили – изваяние необычное, на нем высечено изображение. В древние времена у мингира проходили родовые обряды. Изваяние отвечало за рост и прибыль скота и материального благополучия. От шаманов рекомендация всем хозяйствующим субъектам. Свой скот можно прогонять возле этого изваяния, сделать маленькие подношения и попросить о приумножении стат. То, что скот буквально тянет к камню, заметили шаманы еще в мае. Когда проводили на этом месте обряды, просили у мингира разрешения на то, чтобы его поднять и установить на исконное место. И они почуяли этот камень, его силы, что он даст энергию. И после этого уже наблюдают, что они утром рано, в 7 часов уже здесь выстраиваются и смотрят на этот камень. Это что-то. Это так радует. Шаманы говорят, камень сейчас очень слаб, поэтому с бубном работать не разрешается. Пока важно проводить обряды поклонения и кормления мингира. Сделают это шаманы, потом передадут изваяние под опеку местных жителей. Привела с собой внучку, можно сказать, дочку привела сюда, для того, чтобы они побыли, увидели, запомнили, сохранили и продолжали беречь вот этот камень. Мне понравился камень. Он священный. Когда начнется школа, я буду писать сочинение об этом камне. Андрей Шипицын приехал в Хакасию из Красноярска специально, чтобы попасть на церемонию установки камня. Говорит, основная работа никак не связана с историей. Любовь к природе, к древним традициям – это своего рода хобби. Когда я подъезжал только на машине, еще за холмом, уже чувствуются такие вибрации прошли. Вот прямо сердце стучит. Такой бум-бум. То есть уже видно, что это место силы. Этот менгир – один из трех с лишним сотен, который официально учтен учеными Хакасии. Но по подсчетам специалистов, одиноких камней может быть еще около двухсот. Некоторые уже найдены в Алтайском, Ширинском районах, недалеко от Сорска. Не исключено, что в скором времени их установят на свои места. Наталья Громашова, Елена Мамышева, Иннокентий Араштаев, Вести Хакасия. Это было последнее сообщение выпуска. Мы ждем ваших звонков по телефону 22-72-82. Вести следят за развитием событий. Приятного вечера. До свидания.